а можно войти а можно геннадий спокойно вы что хотите я чего хочу я прекрасно понимаю вы не хотите со мной говорить но вам все-таки придется вы должны мне денег да последнюю зарплаты кристины отпускные а еще компенсацию мне и моему сыну за потерю жены и матери ясно пожалуйста успокойтесь зарплату отпускные вы получите в конце месяца еще даже ведомости нет и я больше вам ничего не должна ничего да нет вы все-таки мне должны деньги ясно я прекрасно знаю почему кристина написала заявление да если эти ваши гидрорешения копнуть хорошенечко можно много чего интересного найдите пойдем да пошел ты мы не договорили значит так то ли ты мне а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Так это тебя, наверное, на Катюхина место прислали. Выходит, что на Катюхина. Была тут одна из области. Вся из себя такая. Не выдержала, сбежала. От чего именно? Не выдержала. Ну, так она бандитов хотела ловить. А какие у нас тут бандиты? Эти, эти уже все давно сидят. А тут у нас максимум что? Пьяный мордобой у ларька. Да и все. Ну, ты не поесть, мы найдем чем заняться. Рыбалку поедем, шашлык забацаем. У нас, знаешь, какие пляжи. А девчонки? Да. Видел я ваших местного и плавля. Петя, спасибо тебе за чай. Чай, кстати. О! За разговор душевный. Спасибо за тепло. Пойду я. Лех, куда ты пойдешь? На автостанцию петь. Пойду. Так что, сайнара, сержант. Удачной службы. Антон Николаевич, мне зарплату платить нечем. У меня на счетах ноль. Виктория Сергеевна. Кто? Если по поводу трещин, у меня не до этого. А если они возникли вследствие запуска нового гидроагрегата? Вы считаете, что вы умнее меня? У меня проблемы поважнее. Так вот, это моя докладная записка. Здесь все технические документы. И учтите, я за ваши ошибки отвечать не буду. Я уверена, что трещины появились до реконструкции. Марина Петровна, а что это за самодеятельность? Валентина сказала, что вы подбиваете учителей на онлайн обучение? Да нет, я никого не подбиваю. Я просто предложила заниматься с детьми онлайн. Так, знаете, я ни копейки за это не заплачу никому. К тому же у большинства наших учителей есть семья и дети, в отличие от вас. Поэтому в свободное от работы время занимайтесь личной жизнью и не лезьте в жизнь других людей. Геннадий Иванович, здравствуйте. Да, здравствуйте, Эльвира Павловна. Привет. О, привет, пап. Ничего, как у тебя дела? А я сегодня по математике и природоведению 12 баллов получил. Ну, молоток. А кружки у тебя есть сегодня еще? Да, есть, но только я на них опаздываю. Да, ну так бегом, бегом, бегом. Давай, иди, иди. Все, пока, пап. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Геннадий Иванович, а что-то вы давно ко мне не заходили. А нам надо обсудить взносы на ремонт школы. Взносы? Да. Ну, я обязательно заскочу на днях. Обязательно. Я буду ждать. Слушай, тут такая засада наш охотничий домик затопила. Может, сегодня у тебя встретимся? Геннадий, ты знаешь, не надо было все это начинать, пока ты официально разведешься. Да нас уже давно должны были развести. Просто здание суда затопило, заседание перенесли. Вот и все. Геннадий, ты что делаешь? Пожалуйста, давай встретимся. Я очень по тебе соскучился. Ну, давай. Геннадий, ну я... Я не могу. Я не могу. Гена! Сюда? Да. Да. Ладно, приходи. Только чтобы тебя никто не видел. Хорошо? Угу. Ты что? Мэра, в консвету! 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 М Коля, у тебя под мэрией жители подтопленных домов митинг устроили. Ты делать что-то собираешься? Я делаю все, что могу. В МЧС позвонил, в область позвонил и… Коля, не звонить надо, а действовать. Причем быстро. Потому что вынесут тебя из этого кабинета к чертям собачьим. Я не для этого тебе пост мэра обеспечил. Значит так, первым делом – обеспечить жильем пострадавшим. Где я его возьму? Время на поселение гостиницы. Она же частная. Коля, ты мэр или кто? Пользуйся своими полномочиями. Ты не сиди здесь, как кабинетная крыса, иди к людям, разговаривай. Объясни, что не мэрия во всем виновата, а Виктория с ее гидрорешениями, что из-за нее затянули реконструкцию ГЭС. И поэтому полгорода сидит без света. Фабрику остановили, работать негде. Вот куда надо идти митинговать. Они арат здесь под окнами. Ты понял меня? Понял, Аркадий Семенович, сделаю. Молодец. Достала это Виктория. Никогда никого не слушал. Главное, одна она всегда права. Слушай, она стерва, увольняйся. Пусть сама со всем разгребается. Ты странеешь, но увольняйся. Это тебе легко говорить, у тебя муж мэр. Можешь вообще всю жизнь работать, а я всю семью на себе тащу. Гинка вообще ни черта не делает. Пропадает целыми днями где-то. Чай, кофе будешь? Чай. Пароль на телефон поставила. Появился у него кто-то. Крис, ты что? Он тебя любит. Может, он себе работающий тебе заранее говорить не хочет? Да, конечно. У нас в городе вакансии. Завались. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Как всегда. Угу. А я думал, ты уже уехал. Ну, едешь от вас. Дороги размыл. Автобусы отменили, участники везти отказываются. Едственный шанс завтра утром попутку. Появится. Эль, можно я тебе переночлю? Да нет, Люха. Прости, вообще не вариант. Сам у родственников живет. Да, должен. Значит, придется дождаться тут. Мы только до 12 работаем. Петя, обезьянник в уделении свободен? Да ну. Так, короче, обезьянник отставить? Есть идея. Погнали. Погнали. Да. Слышь? Да, не вовремя ты, конечно, приехал. Вообще, у нас места классные. Подожди, пойду, сам все увидишь. Там между прочим и столицей даже люди в отпуск приезжают. Какой в отпуск? Вам только в ссылку. Понятно. Значит, тебя сюда сослали. Я сам решил. Я понял, Виктор Юрьевич. Проведем разъяснительную работу. Научим, накажем. Да. Леша, что ты натворил? Какого ты туда полез? Михаил Юрьевич, ну не мог спокойно смотреть, как они отсоски СТО отжимают. Я еле отмазал тебя. Спасибо. Значит так, поедешь в область, посидишь там, проявишь себя положительно, потом мы поговорим о твоем возвращении. Что, в пленку проявляться, что ли? Куда? В новое плавание. Рассказывай! Привет, Маринка. Привет. Знакомься? Твой новый постояле все. Здрасте. А я комнату больше не сдаю? Ну, классно, что? Погоди ты, Леха. Марин, слушай, не может ты веди исключения, а? Это Алексей, наш новый сотрудник, из столицы приехала, жить негде. Петь. Я, поверьте, сам не восторгил. Только на одну ночь. А ты что, кого-то ждешь? Нет. Нет. Ну, так в чем проблема? Ладно, проходите. Ну, вот и отлично. Все, Леха, давайте завтра. Спасибо. Вы знаете, вы… Вы меня извините, я… Я понимаю, что совершенно не в тему, и… В конце концов, сорвал вам свидание. Свидание? Да нет, что вам, какое свидание? Ко мне просто подруга должна была прийти в гости, и вот и все. На романтический ужин при свечах. А что здесь такого? Мы что, не можем поужинать в красивой обстановке? Нет, можете, конечно, да. Просто неожиданно. Вы комнату смотреть будете? Непременно буду. Ну, вот. Здесь вы будете жить. Ну… Не люкс, конечно, но… Между прочим, я вам свою комнату не навязываю. Не нравится? Ищите что-нибудь другое. Кто вам сказал, что не нравится? А если у вас еще можно принять душ горячий, то это вообще не дома мечта. Можно. Только кран плотнее закрывайте, он мне подтекает. Хорошо. Скажите, а подруга у вас симпатична? Ванна там. Любимая, у нас все в силе? Я уже рядышком, так что давай открывай. Ген, извини, но я сегодня не могу. А почему? Ко мне просто подруги пришли в гости. И, боюсь, это будет надолго. Ну, слушай, ну жаль. Я так настроился. Ген, я знаю. Прости, пожалуйста, так вышло. Ну, ладно. Давай тогда завтра. Да. Да, конечно, конечно, давай. Да. До завтра. Ужина не будет, да? Нет, не будет. У подруги изменились планы. А может быть вы меня покормите? Хотите есть, покупайте продукты и готовьте себе сами. Хорошо. Скажите мне телефон. Я закажу суши или пиццу. Не подскажу. Знаете что? Я заплачу вам за ужин. Простите, я умираю с головы. Ладно, ешьте, не выкидывать что-то еще. Спасибо. А вы не отужинаете вместе со мной? Нет аппетита. Вы ждали любовника. Шифруйтесь, потому что он женат. Что вы ко мне прицепились? Нет у меня никакого любовника. Ну, просто одинокая барышня. Вкусно. Со своей жилплощадью в маленьком городе. Или что у вас настолько плохо с мужчинами? Знаете что, вы ешьте и идите в комнату, пока я вас не выгнала. А, да, кстати, перестаньте ходить по моему дому в одном полотенце. Извините, мадемуазель, к следующей трапезе я обязательно постараюсь раздобыть смокинг. Очень смешно. А зачем ты это пойло дешевое купил? А зачем ты это пойло дешевое купил? На что хватило, то и купил. Ты мне мало денег оставляешь. Тебе сколько ни оставь, все мало. Слушай, Лен, я не Рокфеллер. Я инженер. И пошел как проклятая. Ну, давай. Сейчас возьми при ребенке и скажи. Так чтоб он слышал. Давай скажи, что я сижу у тебя на шее. Скажи. А ты домом занимаешься? Когда ты в последний раз забирала Ромка со школы? М? Ром, вспомни, пожалуйста, когда мама забирала тебя со школы. Где она? Вспомнил? Мамуль, я тебе приготовил рисунок. Да, ну, откуда, конечно. Маша! Марина! Марина Петровна! Какой здесь пароль Wi-Fi? Какого Wi-Fi? А я так и знал, что в вашей глуши нет никакого Wi-Fi. Конечно. Куда? Чтоб дикарем-то. А скажите, пожалуйста, как вы коротаете долгие дожливые вечера? Книжки читай. Учитель. Вот. Спасибо, солнышко. Очень красиво. Да. Прям, прям Пикассо. Молодец. Ты поняла? Да. Иди в руки делай, я сейчас придумаю. Хорошо. А ты забыла, когда я семью обеспечивал? Уже взяла, забыла, да? Ну, конечно. Пока Геночка возил тебя отдыхать, пока Геночка покупал тебе крутые шмотки. Пока Геночка по три часа сидел и ждал, пока ты сделаешь свой маникюр. Геночка был… Геночка был очень хорошим. Имей в виду, это из-за твоих гидрорешений у меня нет работы. Поняла? Гена, да у тебя вокруг все виноваты. Правительство, гидрорешения, дожди, значит так. Нет денег – иди зарабатывай. Не можешь зарабатывать, не трать. А ценить? То, что я делаю для семьи? М? Ценить не надо? Или тебе нравится постоянно меня унижать и упрекать? Ген, я тебя ценю. Правда. И… Просто ты какой-то другой в последнее время понимаешь, чужой. И я не знаю, что с тобой. Да нормально все со мной. Да. Да у тебя просто какая-то паранойя. Ты совсем стала истеричками о своей этой работе. Вообще, нормальное вино. Очень даже. Алексей, не тесоюсь! Не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай. В декабе не забывай, не забывай, не забывай. Алексей, не забывай, не забывай. Руководство! Да разойдитесь, машина едет! Воу, воу, тихо, 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 вот она едет. Руководство! В чем дело, граждане? На работу приехал, а полгорода без работы из-за тебя. Ты в курсе? Фабрика стоит, света нет, денег нет. Что делать будем? Послушайте, я вас понимаю. Поверьте, реконструкция затянулась по объективным причинам, но мы делаем все возможное. Так, послушай, ты это своим бодракам втирай, а нам втирать не надо. Если фабрику не запустят, мы твои гидрорешения нафиг разнесем. Ты усвоила? Усвоила меня? Давай работай! Перефеку. Равный служебник! А ну разошли! Открывай эти саны! А ну, спусти меня! Чего? Куда поехали? Равный служебник! Равный служебник! А ну, спусти! А ну, спусти! Открывай! Открывай! А ну, там не вновь не да! Солочь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Марина! Марина! Почему вы меня не разбудили? Ну, во-первых, вы меня не просили. Допустим. А во-вторых, в вашем телефоне есть будильник. Или вы не знали об этой опции? Он не сработал. Ну что, мне мастер-класс провести о том, как его включать? Спасибо. Не надо. Что-нибудь теперь делать. А на работу не хотите сходить? Для разнообразия. Может, и схожу? Угу. Может, вы меня завтраком угостите? Угу. Как только смотлинг натянется. Рука, быстрее! Плать, снимай куртку. Снимай, 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 снимай. Умничка, молодец. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Давай, беги, беги. Беги, беги. Просто сегодня проспали. Вы тоже? Ну что, мы сегодня встретимся? Я надеюсь, твои подруги мне прибрутся. Ген, понимаешь, дело вовсе не в подругах. У меня появился жилец. Он тоже работает в полиции. Ему просто некуда было пойти, и я его приютила. Извини. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец. Тихо, подожди. Ты мне вчера соврала? А ты до сих пор женат. Подожди. Мы спим в разных комнатах. Нас скоро разведут. И тебе нечего ревновать, слышишь? Нечего. Да. Тебе тоже. Леш, ну ты прости, что так вышло. Ваш Михаил Юрьевич хоть бы маякнул, что ты сразу к нам рванешь. Я бы тебя лично встретил. Да ничего, это с ним бывает. Я уж решил, что зря приехал. Да ты чего? Нам, толковые люди, знаешь, как нужны. У нас Петя тебя, кстати, введет в курс дела. Иди. Понял. Да, Виктория Сергеевна? Я требую от вас решения моего вопроса. Прости. А каких мер вы от меня хотите? Состава преступления нет. Вас не избили, не ограбили. Ну, просто постояли, покричали под воротами. И что? И все. Вот случится что-то серьезное, тогда обращайтесь. Когда они начнут камни бросать не по машине, а по мне? Вы преувеличиваете. Где они камни у наших резиновых? Спасибо, успокоили. Лех, и что, остаешься? Ну, допустим. Слушай, Ветя, а имеется ли в нашем распоряжении какой-нибудь транспорт? Имеется. Так. Только он не на ходу. А давай я посмотрю. А ты чего шаришь? Вырос Нестова. У отца своя мастерская была. Мы с него в этом потачку фанатеем. Вот наша лошадка. Глазастенькая. Ну, пойдем. В зубки посмотрим. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До завтра. Ага. До свидания. А, не можешь говорить? Я думал, у тебя уроки давно уже закончились. Слушай, приезжай ко мне. Ромка до пяти будет на кружках. Мы с тобой посидим, поговорим. Я прошу тебя. Ты с ума сошел? Так нельзя. И потом, что скажет завуч, когда придет ваш кабинет? А, ты имеешь в виду Кристину, что ли? Ну, так она до вечера на работе? Ну, так что? Ты знаешь, я, правда, я ей все рассказал. И что она сказала? Нормально. Она ждет развода, так как и я. Все очень удачно складывается. Приезжай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прохович, уже будет? Будет. Я думаю, что еще нас с тобой переживет. Да, Терзин. Ты что? Ну, хорошо, я вечером заскочу. Угу. В смысле сейчас? Ладно, сейчас буду. Слушай, Лех, короче, ты тут давай доделывай, а мне тетке своей подскочить надо, к ней кто-то на чердак лобится. Угу. А есть предложение встречное поменяться? Ты зачистишь свечи, а я с людьми пойду разберусь. Ну, хорошо. Приречное – восемь. Это что? Штатное? Очень хорошо. Да. Нет. Нет у меня сейчас денег. А запугивать меня не надо. Не хотят ждать, пусть уезжают. Что? Заявление об уходе. Я проверила трещины в машинном зале свежие. Я вас предупреждала, что я не буду нести ответственность за ваши нарушения. Это ультиматум? Всего хорошего. Другую работу в своих плавнях не найдете. Ваши они к черту ваши плавни. И вы вместе с ними. Ой, прости. Случилось то что? А все? А ты что не уехал-то? Понравилось у нас? Ага, не стало вас тут красиво. А, это да. Ну, шо, Леха, там они? Шуршат, ходят. Точно? Ага. Давай, заразых. Аккуратно только. Так, мужики, это полиция. Давайте, не шалите там. Я открываю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гена, ну, я не могу так. Чего ты не можешь? Ну, смотрится она. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что? Не могу я так. Пошли сюда. Ну, серьезных повреждений вроде бы нет. Хорошо. Но мы все равно сделаем рентген. Угу. Так, Алексей? Терещенко. Терещенко. Место работы? Лейтенант полиции. Так романтично. Так это вы на особо опасном задании так пострадали? Ну, можно сказать и так. Да, от животного резидиста. Извините. Разберите, пожалуйста. Леша. Я вот сейчас пришла домой. А каких-то вам бомжа вынесли? Вот там уж лев по дороге мой телевизор. Ой, вы знаете, я только что оттуда. Там Зинаиде показалось, что у нее лещей воруют на чердаке. Вот меня Петя отправил проверить. Навернулся с лестницы. Спину повредил. Сейчас в больнице. Что? Тихо ты. Я говорю, я сейчас в больнице. Спину повредил. Я говорю, тихо. Я не слышу ничего. Ты где? В больнице. Спину повредил. За лещами лазил. За лещами? За какими лещами? За какими лещами? Слушай, ты приехать сможешь? Как врач скажет. Надо же их найти, во-первых. А во-вторых, вон, может быть, ночью придут еще. Я разберелся, Анатольевна. Может, еще нас не только оградят. Найдем. Так сюда вы находите. Может, вам больничный выписать? Нет, спасибо. Спасибо. Мась. Чего? Вот такая. А, угу. Понял. Направление на рентген. Спасибо. Мой телефон. Ага. Звоните. Если что. Спасибо. До свидания. До свидания. Лейтенант Терещенок. Кристиночка, а ты чего не на работе? А я уволилась с работы, Геночка. Здравствуйте. 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 Ну, я же не знала, что ты здесь хозяйством занимаешься. Ага. И давно у вас это. А-а-а. Так у нас ничего не было. Ты просто все не так поняла. Да. Ну, хорошо. Продолжайте. Не буду вам мешать. Митро вернусь, чтобы у тебя здесь не было. Подожди, Кристина. Ты все не так поняла. Что значит, чтобы меня не было? Кристина. Я где? Хорошо. Подожди. Ну, просто сели, ну, чай попили, поговорили. У нас правда ничего не было. Ну, вот, у нас все прекрасно получается. Теперь я перееду к тебе. Да ты что? У нас же ничего не было. Подожди, я это все не так поняла. Я просто не хотел ее лишний раз травмировать. Вот и все. Ты мне врал. Я не врал, нет. Я, я просто не успел ей сказать. Если бы я знала, что так будет, я бы, я бы никогда с тобой не... Подожди, ты куда уходишь? Я же люблю тебя. Ты сначала с женой своей разберись, а потом уже в любви признавайся. Ты меня Сережа зовут? Я не знаю. Света. Алексей. Приятно. Нет. Че пьешь? Что я пью? Секс на пляже. Повтори. Секс на пляже. Ей повтори. Поехали ко мне. На пляж. А ты что это? Ай! Слышь, она со мной. Понял? Стой! Ребята! Сюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Э-э-э-э! Угомонились! Разошли! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, Серега. Разберемся. Давай отдыхай. Ай да Терещенко! Ай да молодец! А ну давай, улыбайся. Сделаем с тобой селфи. Давай. О! Это я Михаила Юрьевича отправлю. Пусть тоже порадуются за своего протеже. А ты слышишь, ты так, брат, резвеешь. Ты давай пиши рапорт на увольнение. И вали отсюда на все четыре. Нам тут такие придурки не нужны. Помогите с отъездом, товарищ капитан. Что? Терещенко, спасение утопающих – дело рук сами утопающих. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? Что будем смотреть? Или первую помощь окажем? Пожалуйста. Марина Петровна, у тебя со мной как дела? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Идешь по прямой, там старые плавни. Ага. Там встретит тебя мой брат, отдашь на лодку. Все, есть. Ну, Макарыч. Да. Вот. Ну, это много. Ты что, в самый раз? Спасибо. Ну, с Богом. Все. Смотри, там бурное русло будет. Осторожно, а то пропадешь. Да разберемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Так, Андрюха, давай. Беги в школу, там булочка у тебя есть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Алло, Дианочка. Позови, позови Кристину, пожалуйста. А с чего ты решила, что она со мной? А разве нет? Нет. У вас случилось что-то? Да нет, ничего не случилось. А ты случайно не знаешь, где она может быть? Нет, не знаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так мы что, в школу не идем? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ещё чего, конечно, идем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Красивая. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, а я вот так и знал, что это она. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А почему? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не знаю. Так, ребят. Её надо как-то отсюда увезти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В смысле? А криминалисты? Судмедэксперты? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лёш, мы сами здесь и криминалисты, и эксперты. Что ты хочешь найти здесь, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это убийство. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да какое убийство? Вон, полчаса назад, вверх по течению, машину её нашли. Скорее всего, ехала по мосту. И в это время обрушилась. Вот тебе и ДТП с летальным исходом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А почему тело не в машине? Нежно. Да не пристёгнуто было. Обычное дело. Давай, Ромка, давай, быстрей. А мама-то где? Найдётся, мама, не переживай. Марина Петровна, здравствуйте. Извините, что мы опоздали. Рома, давай, заходи. Всё, давай, пока. Ген! Ген! Что? Машину Кристины нашли в реке. Ночь упала с моста. Во время обрушения. Доброе утро, Виктория Сергеевна. Доброе. Новости слышали, беда какая случилась? Про мост слышно. А про Кистину Сушко? А что с ней? Погибла, бедная. В реку, на машине с этого моста. Тело только утомшли. Смерть такая страшная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не понял, почему здесь посторонние? Олег Сергеевич, ну, вообще-то это Алексей нашёл. Её к берегу прибило. Я считаю, это убийство. Нужно открывать дело. Так давай на тебя откроем. Тебе что, по синьке, память отшибло? Может, слух? Я тебя уволил. Чего тебе непонятно? Олег Сергеевич, если ты из-за вчерашнего этого, я приношу свои извинения. Я был не прав. Я всё осознал, ты его больше не повторится. Виноват, не повторится. Ты что думал? Если ты позвоночный, так тебе всё можно? Или тебе устав напомнить? Помещение покинул? Юр, выведи. ВЫСТРЕЛ 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 Петь. Генку зови. ВЫСТРЕЛ 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 Я там подожду. Я там подожду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне только что звонил Геннадий Иванович, отец Рома Сушкова. Зачем? У них в семье горе. Мать Ромы погибла. Как? Я не знаю подробностей. Геннадий Иванович сейчас в морге на опознании попросил, чтобы ребенка отверли домой. У него в рюкзачке ключи. Найдите причину, отведите. А я вам поставлю замену Валентину, хорошо? Да, кстати, Геннадий Иванович будет очень благодарен, если вы сможете мягко объяснить мальчику, потому что сам он не знает, как сказать. Вы найдете правильные слова? Да, я... Да, я постараюсь. Хорошо. Так, короче, Леш, я с одноклассником с вами договорился. У него джип, он тебя отвезет. Как-нибудь проедете. Петя, я никуда не поеду. Это убийство. Я хочу разнообраться. Леха, Леха, ты что, тормози, тебя уволили. Я-то правильно понимаю, что это машина с Сушко? Ну да. Леша, что ты ищешь вообще? А какая высота моста? Да я знаю, метров 10. Вот пойдем на мост посмотрим еще. Леха, Сергеич этого не одобрит. Ведь мы просто посмотрим и все. Леша, ты считай уже уехал, а мне влетит. Леха. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем, пойдем. Ромочка, горе-то какое, а? Что ж ты, Господь, так рано маму твою забрал? Ну не надо. Пойдем. Куда забрал? Ром, пойдем, пойдем. А вы, слушай, не знаете, что? Нет уже Кристиночки. Замолчите вы. Ромочка, пойдем. Что с мамой? Что с мамой? Так что с мамой? Ром. Ром, понимаешь, мама, она... Мама! Товарищ капитан, разрешите обратиться? Что тебе еще надо? Мною был произведен осмотр машины. Вот что он показал. Если бы машина съехала с разрушенного моста, на днище остались бы следы, характерные полосы от разрушенного дорожного покрытия. Таких следов там нет. Если бы мост начал рушиться в момент, когда машина уже была на нем, машина бы покорежила обломками, чего тоже не наблюдается. Ее просто столкнули с высокого берега в воду. Такая инсценировка на скорую руку. Это убийство сто процентов. А ты там у себя убийство раслил? Нет. Может, проводил экспертизы авто после ДТП? Нет, но в машинах я понимаю, реально понимаю. А-а-а. Тебе выслушаться захотелось, да? В детективу поиграться, да? А люди, они чего? Так, букашки. Что там? Чувствую там. А мы тут все живем. Все друг друга знаем. Понимаю, что чувствуют. Ребенок, который маму потерял. А муж, который потерял жену, с которой всю жизнь прожил. А ты хочешь ковырять у них, ковырять, все ковырять, да? Олег Сергеевич, вы пьяны, что ли? Ей-богу. Да почему не расследовать? Чтобы не травмировать психику родных и близких. А почему ты считаешь, что нужно расследовать? Да почему вы решили, что нет? Потому что не убийство-то никакое. Потому что свидетель есть. Который видел, как машина Кристины заезжала на мост прямо перед его обрушением. Вот так вот раз, на большой скорости. Видимо, поэтому и не повредило. Гнище. Все понятно? Кто этот свидетель? Да какая разница? Федор, допустим, Денисенко. Живет он там рядом. Покурить вышел, не в полочек. И он опознал машину в темноте на расстоянии. Опознал? Как? По фарам? Фары у Крисин такие особенные. Китайский ксенон. Нет таких в городе большого. Есть еще вопросы? Разрешите идти? Разрешаю. Марина! Марина! Маринша! Он спит. Ну, как он? Плакал сильно. Я даже врачу звонила. Лекарства прописала. Вот, на столе лежит. Если ночью спать не будет, нужно будет принять. Угу. Да, спасибо большое. Марин. Останься. Я прошу тебя. Ген, ты иди лучше к сыну. Ему сейчас нужно с кем-то быть. Я пойду. Я пойду. Санек, слушай, ну, прости. Ну, человек вещи собирает. Ну, что я могу сделать? Да, все. Сейчас, сейчас уже вот выезжаем. Скоро у тебя будем. М? Давай. Слушай, Лех, ну, где ты лазишь, а? Ну, человек ждет тебя. Ну, ему что, делать больше нечего? Давай, поехали. Скажи мне, Петя, а тебе известен некто Федор Денисенко? Ну, конечно, известен. Мутный тип. Зачем он, типа? А это не такой здоровый, задиристый, русый волос и родинка вот здесь? Не. Не. Погоди, с родинкой это... С родинкой это Борька, наверное. А Федька, он... Он моего роста, черненький, с бородкой. Поехали, потолкуемся. Лех, Лех, Лех. А зачем? Якобы он свидетель того, как Сушко рухнуло с моста. А откуда знаешь? Не, Леш, я не поеду. Во-первых, я не хочу. А во-вторых... Боишься? Ну, Сергеич меня за эту самодеятельность уволит. Адрес его знаешь? Я могила. Переугол Козер на 8. Мужик. Алло. Слушай, Санек, тут такое дело, ты прости, нужно еще полчасика подождать. Ну, может, часик. Да. Виктория Сергеевна. Что? Можно к вам? Это вот мы решили деньги собрать для семьи Кристины. Да. Такая трагедия. Компания возьмет на себя организацию похорон. Я как раз к мужу Кристины собиралась. Тогда передайте наши соболезнования и вот конверт. Да, конечно. Что? Ничего. Здрасте. Так, тебе чего? Федь Денисенко мне надо. Я из полиции, мне ему нужно несколько вопросов задать. Знаю я из какой ты полиции, Ханурик. Давай отсюда, иди. Так, и друзьям его скажи, чтобы не шастались сюда. Я Федькины долги платить не собираюсь. Подождите. Сейчас. О! М? Где Федька? Да не знаю я. Вчера ночью ушел с собакой гулять, так и не возвращался. Но где-то с друзьями завеялся. Вчера ночью. И что, с тех пор не объявлялся, не звонил? Нет. А друзей его где искать? Не знаю и знать не хочу. Лех, я тебя поздравляю. Санек тебе уже никуда не повезет, сам добираться будешь. Ну что, по Федьке что-нибудь узнал? Узнал. Дома его нет, в баре его нет. Пропал Федька, причем с той самой ночи. Где он еще может быть? Где угодно. Слушай, Лех, не занимайся ты дурным делом, а? Только время зря потеряешь. Приятного аппетита. Спасибо. А вот скажи мне, что вообще тогда Сушко поперлась на тот берег? У него там что? Знакомые, родственники. Может, любовник. Ты что, какой любовник? У Кристины муж Генка. Ребенок есть. Так вот о том и речь. И чего и ночью в Ливе не сиделась дома с мужем, с ребенком. Слушай, что ты меня спрашиваешь? Ты у Генки, у мужа ейного спроси. Петя, а ведь это очень правильный вопрос. Ты же мыслишь как настоящий следователь. Надо ехать и спрашивать. Погоди, а Сергеевич в курсе? Ну ты так под Сергеевичем до пенсии со своими кроссвордами и просидишь в сержантах. Вот мужик. Марина заскочила. Вот мужик. Марина заскочила. А если бы я перезвонила, она бы приехала, ничего бы этого не было. Перестань. Ты здесь ни при чем. Я ей то же самое говорю. Мы поможем семье Кристины, возьмем на себя организацию похорона и оформим пособие на ее мальчика. Поехали. Аркадий Семенович, а это не слишком похороны за счет города, пособие для ребенка. Начну же очистить языками, что я использую служебное положение. Все знают, что Диана с Кристиной дружили. Ни о том беспокоишься. Хуже, если я начну договорить, почему мост трохнул, который ты два года назад отремонтировал. Поехали. Пока Гена шум не поднял. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Марина? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите, у вас тут открыто. Вы не против, если я поживу еще у вас какое-то время? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Марина Петровна… Марина Петровна, у вас что-то случилось? А вы не в курсе, что рухнул мост и машина упала в реку? Да. Слышал. Погибшая была вашей подругой? Ее сын учится у меня в классе. Понятно. И вы хорошо знали своей погибшей. А что? А вам не кажется странным, что она ночью в дождь каталась одна по городу? Ну, как-то замужняя женщина в маленьком сонном городке. Она же не стритрейсер, в конце концов. Вы не знаете, почему она могла не ночевать дома? Какая теперь разница? Ее все равно не вернешь. Разница вообще-то есть. В конце концов, я здесь не сплетни собираю, а факты, чтобы расследовать преступление. Преступление? Преступление? Какое преступление? Мне кажется, что это был несчастный случай. Так я поживу у вас? Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Простите, не знаю вашего отчества. Я и компания гидрорешений приносят вам соболезнования. Вот здесь коллектив собрал. Кристина была незаменимым сотрудником. Я понимаю, что это не вернет вам жену и ребенку. Мать хотим взять на себя организацию, похорон и все расходы. Спасибо. Гена, наши соболезнования. А вы что здесь? Пришла решить по поводу организации похорон. Гидрорешения берут все на себя. Зачем же так напрягаться, Виктория Сергеевна? Изображать человеколюбие? Гена, город возьмет на себя все. И похороны, и забота о твоей семье. Это я изображаю человеколюбие. Давайте вспомним, кто в городе несет ответственность за все коммуникации. Если бы вы не экономили на ремонте моста, Кристина бы не погибла. Простите, пожалуйста. На ремонте моста не экономили. Если бы ваша строительная техника не раздолбала мост, он еще сто лет простоял. Моя техника несколько раз проехала по вашему дефективному мосту. И давайте с больной головы на здоровую не будем перекладывать. Истеричка. Пап, почему все кричат? Истеричка. Так. Лех, Лех. Только с Геной давай полегче. Все-таки горе у человека. Я сама деликатность. Пара вопросов и все. Опа. Вам же ясно сказали, вам здесь делать нечего. Это вам сказали, а не мне. Совесть имейте, похороны пиар акции превращаете. Кто это? Ну вот этот черненький, это наш майор Николай Казуновский. Кажется, вы очень поздно решили заниматься судьбой ваших жителей. А барышля? Это Виктория Анна Приенко. Глава гидрорешений. Между прочим, это из-за нее наша ГЭС стоит. Поехали бы вы отсюда, Виктория Сергеевна. И где-нибудь не суйтесь. Сволочи. А вот этот мощный старик кого-то не напоминает? Это Аркадий Семенович, директор ГЭС. Так, вот что, Петя. Ты поезжай, постарайся найти Федора, а я потолкую с этой Викторией. Все. Виктория, подождите. Что вам надо? Поговорить. По делу. А кто вы? Не местный? Я вас раньше не видела. Да, простите, я не представился. Я недавно привелся лейтенанта Терещенко. Что эти двое хотели от вас? Я спешу, мне на ГЭС нужно. Отлично. Поговорим по дороге. Проблем на ГЭС оказалось так много, что обычный ремонт перерос в масштабную реконструкцию. Я надеялась, что если задействовать местных специалистов в команду, то нас перестанут воспринимать штыки, но я ошиблась. А что, у Кристины тоже были из-за этого проблемы? На работе – нет. А вот дома – возможно. Вы понимаете, когда женщина работает, а муж сидит у нее на шее. Тем более такой поступок ночью через весь город сам о себе говорит. Вы не знаете, куда она тогда ехала? Нет. Да, Алекс Сергеевич. Ты где там катаешься? Слушайте, ну, конечно, я отвезу этого Алексея в область. Конечно. А, в область приехала придурок наконец-то. Так, Алекс Сергеевич, я вообще даже не знаю, когда приеду. Тут дороги плохие, все поразмывало, сами понимаете. Ладно, сегодня отдыхайте. Да, понял. А завтра с утра дежурим. Принято. Все, отбой. Ты что, дурак? А ну, отдай! Слушай, зря ты ему соврал-то. В смысле зря? А как я еще могу объяснить, что у меня на службе сегодня нет? А как ты ему завтра будешь объяснять? Никак. Ты же до завтра все выяснишь и уедешь. Ну, это вряд. В смысле? А что там по Феде? Да ничего, нет его нигде. Леха, Леха, я не понял, а ты сколько тут планируешь быть? Пока не раскроем. Так тебя же уволили. Ну. Мариночка, ты можешь с Ромой посидеть? Я просто на кладбище не хочу его брать. Да, конечно. Как он? Плохо. И мне плохо, и ему плохо. Марин, ты нам нужна. Ген, перестань, мы не можем. Мы можем начать все с чистого листа. Мы ни в чем не виноваты, Марин. Ну, как это мы не виноваты, Ген? Ну, это... Это все из-за нас. Неужели ты этого не понимаешь? Если б не наша подлость, она осталась жива. Ты о чем говоришь, Марин? Это несчастный случай. Несчастный случай. Леша так не считает. А что он там считает? Леша твой. Гена, Кристина могла покончить жизнь из-за нас. Из-за меня. Нет. Нет. Это... это бред какой-то. Марин. Пожалуйста, уходи. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, уходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Марин, хорошо, что ты его застал. А то я ключи опять забыл. А кто этот врачный человек? Что? Случайно не ваш бойфренд, которого вы ждали, когда к вам заселился? С чего его взяли вообще? Ну, просто так посмотрел на меня. Как будто я у него жизнь украл. Это Геннадий. Муж погибшей Кристины. Он... Он просто приходил ко мне попросить, чтобы я посидела завтра с Ромой, пока будет похороны. Подождите. Завтра похороны? Как завтра? Ну... Терещенко, ты в конец обнаглел? Мне уже доложили о твоих приключениях. Михаил Юрьевич, дело такое. Есть жертва. Кристина Сушко. Местные это хотят выставить несчастным случаем. Ну, понятно, они хотят побыстрее закрыть дело. Но есть серьезное основание полагать, что это убийство. Проблема в том, что Сушко хоронят завтра. А очень нужно вскрыть. А без вашего решательства никак. Потому что потом зависнет дело. После похорон будет очень проблематично. Доказательства есть? Пока нет. Вот когда будут доказательства, тогда и звони. Бравей. Только блин. Ну как и… liter. Бравей. undей. Бравы. Скоро бозвел у свера. Помогут здесь. До конца Попроб柔ания, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фил, я на месте. Скажи, это нормально, что у них труп не в холодильнике лежит? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Так, ну что, начинаем? Давай, сейчас я включаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто здесь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алексей Терещенко. Лейтенант полиции. Господи, слава богу, это вы, Мариса. Так, что вы здесь делаете? Я хотел осмотреть труп. Труп? Да. Зачем? Потому что я считаю, что ее убили. Но моя версия не встречает понимания у начальства, и мне нужны были доказательства. А почему вы думаете, что ее убили? Потому что я осмотрел машину, на которой ехала Кристина. Блин. Ну, в общем, там по следам не похоже, что она выехала с моста. В общем, это совсем не похоже на несчастный случай. И как вы планировали провести осмотр? Да вот по телефону. Ну, чтобы меня проконсультировал мой товарищ патологоанатом. По телефону? Черт, да. Ну, как-нибудь да, по видеосвязи. Ну… Оригинально. Слышите? Так, знаете… Я, конечно, не патологоанатом, но вскрытие в мединституте проводила. А вашу сим-карту можете пока вы мой телефон переставить. Мне надо переодеться. Спасибо. Михаил Юрьевич, ну пожалуйста, ну что ж ты… Не берет? Не берет. Да нет, ну… В любом случае, вам огромное спасибо. Я прям не знаю, что бы я делал без вас. Как вас отблагодарить? Нет. Нет, ну давайте хотя бы до дома провожу. Если не боитесь заблудиться. Ой-ой-ой. Что такое? Слушайте, точно, я… Я опять забыл ключи. Меня хозяйка и так еле терпит, а если сейчас я разбужу посредине ночи, она меня вообще выставит в черта матери. Так пойдемте ко мне. Я живу одна. Точно никого не разбудим. Ну, если честно, это как-то неудобно. А незаконно проникать в больницу удобно? Принимается. За мной? Ларис, правда, ты меня простишь, что я втянул тебя в эту историю? Наоборот. Спасибо, что втянула. Ты ешь. Знаешь, у меня такая скучная жизнь, а тут такие приключения. Так что, может, вина? На-ли-ри-в-ка. Да. Гулять-то гулять. Если честно, я устал так зверски. Мне бы сейчас лечь куда-нибудь и отрубиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини. Хорошо. Я постелю тебя в гостиной. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ром, ну ты бы поел, а то совсем голодный. Ну и пусть. Мамы нет, и мне ничего не надо. Ромочка, ну... Мама сейчас с тобой, она... Она присматривает с неба. И тетя Тома так говорит. Только я в это не верю. Знаешь, я расскажу тебе одну историю. Когда я была маленькая, мне было примерно столько же, сколько тебе, у меня заболела мама и умерла. Но перед этим она сказала, что всегда будет заботиться обо мне. И вот однажды я иду по улице, а на меня набросилась стая бродячих собак. Они... Они лаяли, рычали. Я сильно испугалась и вспомнила о маме. А потом они вдруг сяли, развернулись и ушли. Я уверена, это мама меня спасла. Ну да. Собаки просто так не убегают. А ваш папа тоже умер? Нет. Папа, он... Он живет в другом городе. У него своя семья. Мы с ним редко видимся. Тетки во дворе говорят, что папа скоро женится на ком-нибудь. Они заведут нового ребенка и я стану не нужен. А ты поменьше слушай этих теток. Ты для папы самый главный человек на свете. А что, может, поешь? Ты и старалась. Ну ладно. Наконец-то. Доброе утро. Доброе утро. Почему ты такой хмурый? А? Не выспался? А? Нет, просто один важный человек не берет трубку. Кларк, ты не знаешь, во сколько похороны? Не знаю. Но тело забирает из мурга в девять. Блин, это значит, тоже забрали, что ли? Да. Витя, ну что? Ну, в смысле, ты его нашел? Дай ему трубку. Сейчас, конечно, ну. Так, Леша, что там у тебя? Михаил Юрьевич, я нашел. Что нашел? Доказательство. Дорогой Гена. Дорогие земляки. Невозможно поверить, что нашей дорогой, замечательной Кристины больше нет с нами. Да, Михаил Юрьевич, я... Что? Что? Как? От имени городских властей и от себя лично я приношу глубочайшее соболезнование и хочу сказать, что Диана... Коль, подожди. Что? Извини. Я... Мы не можем ее хоронить. Привет. Господи, Марин, ты уже знаешь? Нет. А что я должна знать? Я только что с кладбища похороны отменили. Как отменили? Я просто не могу понять, вы люди или вы звери, а? То есть как это я не могу похоронить? То есть из-за каких-то идиотов я не могу похоронить самого дорогого человека? Вы вообще слышите из-за меня, о чем вы говорите? То есть у них там вообще ничего человеческого не осталось? А вы? Вы что сделали для того, чтобы мне помочь? Да ни хрена вы не сделали! Ген, ты что мы можем сделать? Это приказ, понимаешь? Да мне плевать за этот приказ! Чише, тихо, тихо! Ген, 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 пожалуйста! Я на, я на! Ты слезала! Да пастеливые козлы! Вы уроды! Ничего, ничего! Отсутствует вода. То есть жертва была мертва до того, как тело попало в реку. Кроме того, у нее смещены шейные позвонки. Скорее всего, она была задушена. Если вы мне не верите, я могу при вас повторить вскрытие. Не, Лар, не надо. Прости, Леш, ты брав оказался. Да ничего, бывает. Да, Михаил Юрьевич? Ну что там у вас? Разобрались? Да, разобрались. К сожалению, Терещенко оказался прав. Похоже, это убийство. А что с его увольнением? Сегодня же восстановим должность и включим следственную группу. Ну вот и отлично. Бестолыч этот лейтенант. Он у меня на чердаке кота от воров отличить не мог. Ну что с него взять? Да ладно вам, раскудахтались. Алексей нормальный парень. Кстати, он на моей лодке плыл, когда труп нашел. Уверяю вас, он и убийцу найдет. Господи, да какого убийцу? Да кому понадобилось Кристину убивать? Она ведь даже никогда и не ругалась ни с кем. Ну не скажи. Она недавно так страшно подсапалась нашей Викторией, что они чуть друг дружки волосами повыдергивают. А что подсапались? Городской, пожалуйста. Да я не знаю. Так люди говорят. Все, я пойду, мне пора племянникам обед готовить. Лед, работу боришься потерять? А кто не боится в наше-то время? Понимаю. Виктория, она у вас же в ежовых рукавицах держит, да? Нет, грех жаловаться. Баба, она неплохая. Значит, она только с Кристиной скандалила? Говорю, не знаю я. Люда, покрывать преступника под судное дело посадить могут. Меня? За что? Ну ты же слышала, что ты молчишь. Давай рассказывай. А Петя мой вдруг чего заступится за тебя? Так, какие у нас версии по убийце? Ну, во-первых. Так. Так. Держи. Петя, спасибо. Так. Угощайтесь. Спасибо, Петь. Свободен. А как же следствие? А ты входишь в следственную группу? Олег Сергеевич, я предлагаю включить Петю в рабочую группу. Ну, он толковый опер. Вчера нам очень сильно помог. И потом, людей мало, дел много, нам еще опрашивать полгорода. Так, баста. Вопрос закрыт. Ну, я вам говорю, нельзя работать с милым другом. Даже меня-то не пускают. Весь город уже гудит. Убийство моей сотрудницы. Для вас достаточно серьезно теперь? Подождите в коридоре, у нас важное совещание. А я достаточно ждала. Вы должны были отреагировать позавчера на развернутую против меня травлю. Вы обязаны обеспечить меня охраной. Виктория Сергеевна, во-первых, у меня нет ресурса для обеспечения вашей охраны. Во-вторых, а с чего вы взяли, что Кристину убили из-за работы в ваших гидрорешениях, а? А из-за чего еще? Или вы хотите два трупа? Джон, отдай. Боже, скандальная баба. Ну, вообще, ее можно понять. Убита сотрудница. Ей самой поступают угрозы. А я сказал, что мы ничего не собираемся делать? Юр. Да. Зайдешь к ней после работы. Выясни, что там, как, постарайся успокоить. Хорошо. Так что у нас там по убийце, Кристин? Ну, нужно искать вашего судителя, Олега Сергеевича Федора. Найти и допросить. Потому что вполне возможно, что никакой он не судитель, а участник преступления. Потому и скрывается. Дозвонил ему? Угу. Телефон отключен. Олег Сергеевич, разрешите доложить? Докладывай. Ага. Это, я совершенно случайно разговаривал с Фединой мамой. Он дома не появлялся. Докладывай. Да давай, в розыск. Ага. Здравствуйте. Ну, сынок. Иди, иди садись. Марина Бедровна, Марина Бедровна. Вы сядьте, выпейте за упокой души Кристины. Гена. Хотя какой упокой. Даже земля и пуха мне скажешь, а? Гена, перестань. Это все благодаря тебе. Перестань. Чего перестань? Если бы тогда ты его не пустила жить к себе, он бы уехал в столицу. И ничего бы этого не было. Гена, рот закрой. Чего закрой? Я нормально свою жену похоронить не могу. По-человечески. И все из-за нее. Пап, ну перестань. Марина Петровна не виновата. Не звераться тыкать отцу. А марш в комнату. Ром, ну ты не переживай. Папа сам сейчас не понимает, что говорит. Зря вы привели его сюда. Ну я же не знала, что у вас здесь такое. Ромка, давай собирайся, поехали к нам. С Андрюшкой кино посмотришь, поиграешь. Давай. Я не хочу. Ну, Ром, ну ты чего, ну здорово же будет, а? Весело. Ну, хочешь, можем ко мне поехать. Домашку поделаем, порисуем. М? Да? Петь, да хватит уже печатать. Всю бумагу мне изведешь. Федькину рожу и так весь город знает. Нет. Чем он вообще занимается после отсидки? Да ничем. К матери вернулся. На фабрике пару лет проработал, уволился, в область мотался. С криминалом, замечу, не был. Ну, что-то мутит. Так, а чего расселись? Ноги в руки и вперед расклеивать объявление. Только это, через столб. Столб, ты столб, я. А. Нет, через столб. Олег Сергеевич, а если не секрет, скажите, все-таки кто был свидетелем вашего разговора, Господи? Да куча свидетелей. Мэр наш Николай Казановский, директор ГЭС Аркадий Семенович. Ну, ЧП в городе случилось. Мост обвалился. Мы все собрались, естественно. Решать надо было вопрос. Тут Петька подтянулся. Вопросы еще есть? Через один или через два? Свободен. Так точно. Петь, подкинешь меня потом до больницы? Мне там нужно с Ларисой, с травматологом встретиться. С Ларисой? Ага. Знаешь что, Леха, я к тебе водила не нанимался. Вот тебе ключи, тебе надо, ты и едешь. А машину потом в отделение отгонишь. Не понял, откуда вдруг такая злость? А это не злость, это справедливость. Тем более. Тут у нас теперь герой. Преступление раскроешь и поедешь в столицу погоны получать. Я как занимался мелочевкой, так и буду заниматься. Еще и втирал, что мы с тобой команда. Да ты что, в смысле? Во-первых, мы с тобой правда команда, а потом главное убийцу поймать. Слушай, что ты меня сейчас тут стираешь, а? Не вообще. По личным делам пешком ходи, а не на служебном транспорте. Ключи давай. На! Лариса! Спасибо. Ты меня очень выручила. Обращайся. Где меня найти, ты уже знаешь. Ну, наглеть не буду. Ты и так меня обогрела, приютила, накормила. Еще и рисковала ради дела. Так что вот, примите. От благодарных органов. А я такая. Рисковая. Спасибо тебе. Леш! Может, следствием еще какая-нибудь помощь нужна? С жильем, например. Для тебя. Живи, сколько хочешь. Бесплатно. Я останусь у Марины. У тебя жить не могу по соображениям профессиональной этики. А… Так будет правильно. Спасибо. 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 Пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где Ромка? Он спит. Давай, убуди его. Я забираю его домой. Ген, иди домой, а? Ладно? Завтра после школы я сама лично тебе его приведу, а сейчас домой, хорошо? Я пришел за своим сыном. Ген, ты сейчас не в том состоянии, чтобы общаться с ребенком. Иди домой. Я в нормальном состоянии. Иди домой. Так, дай мне… Это мой сын! Рома! Ген, ну хватит! Иди домой. Давай-ка. Так, Марина, иди сюда в дом. Ты чего? Так, все, ну-ка, отца ведь. Фу! Гена, фу! Давай, собрались. Мне с тобой нужно поговорить. Вот, очень хорошо. Пойдем в беседку, побеседуем. Ты только не бей его. Хорошо, Марина, я его не трону. Давай, давай. Давай, поговорим. На-на-на, я обещал, Маринке тебя пальцем не трогать. Понял? Гена. Чего? Моя задача – найти того, кто убил твою жену. Иди сюда. Ты же этого тоже хочешь, правда? Да. Так, значит, у меня к тебе есть вопросы. Давай вопросы. Давай. Куда Кристина поехала той ночью? К подружке. Какой подружке? Где они? Кто такая? Жена мэра. Ясно. А почему на ночь глядя? А вот этого я не знаю. Ясно. Хорошо, у нее проблемы были? Она тебе что-нибудь рассказывала? Какие проблемы? Мы жили душа в душу. Ну, конечно, душа в душу вы жили. Даже не поинтересовался, куда она в ночь ломанулась. У нас высокие отношения. Вопросы есть? Пока нет. Вопросов нет. Гена. Это Гена. А вообще, им доверять нельзя. Ни одной, ни другой. Понял? Так, стоп. Назад. Какой другой? Ну, это я так. В общем. Ты что? Просто. Набам нельзя верить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оп. Давай, давай. Как всегда. Спасибо, здорово. Очень вкусно. На здоровье. Бегом уроки делать, чтобы никаких приставок. Слышали? А вас, Петр, я попрошу остаться. Эль Павловна, мы устали на работе. Петь, ну помоги, а? Давай, давай. Ну, смотри, Петя, помоги. Петя, помоги. Что, других помощников, что ли, нет? А что такой нервный? На работе, что ли? Я же тебе говорю, устал. Слушай, что мне в голову пришло. А что, если Кристину грохнула Виктория? Эль Павловна, вот учу я тебя, учу. Одни двойки. У каждого преступления должен быть мотив. Ну, вот какой мотив Виктории убивать Кристину? Конфликт у них был. Какой еще конфликт? Большой. Кристина даже уволилась. Как уволилась? В цех за день до смерти. И улика есть. Какая улика, Эль Павловна? Эль Павловна. Эль Павловна! Вот и молодец. Это заявление Кристины, которое Виктория пыталась уничтожить. Теперь ты, Петя. Мой. В каждом уроке! queste умные, которые lại нас?" Ода... Ода... Ага. Ёлая мать. И Люба... Близко? Знакомо? А что? Он вам что-то сказал? Вообще, похоже, что у него были проблемы с женой. И не только с ней. А еще с кем? Да вот об этом я вас хотел спросить. Вы не знаете, у него никого нет на стороне? Да я-то откуда знаю это? Странно, что он привел единственного сына как малознакомая женщина. Да что вы ко мне прицепились-то, а? У меня просто очень хорошие отношения с Ромой. Вот и все. В этом вся причина. Спокойной ночи. Да. Извините. Спокойной ночи. Здорово, Пет. Что тут, как у вас тут? Нормально все, тихо? Да. А кофе есть? Не, Олег Сергеевич, нет. Только чай. Ну ладно. Олег Сергеевич, разрешите вопрос? Валяй. Я, конечно, понимаю, что я в следственную группу не вхожу, но, короче, есть информация из достоверного источника, что у Виктории были терки с Кристиной как раз перед ее смертью. Ну, я естественно решил копнуть в этом направлении. Словерный источник это Эльвира Павловна? Ну, да. Да погодите вы, ну, главное же, что она дожала важного свидетеля и… Обнаружила ценную улику. Вот. Заявление по собственному? Молодец, Петя. Хвалю. Хвалю. Виктория Сергеевна? Здравствуйте. Олег Сергеевич. Здорово. Здрасте. Ты? Ромка. Здрасте. Алексей. Это из-за вас маму не похоронили? Выходит, что из-за меня. Вы правда думаете, что маму убили? Вообще-то, Рома, это тайное следствие. Я тебе ничего не могу говорить, ты уж прости. Так, у тебя с мясом, да? Угу. А это с чем? С творогом. С творогом? Что, Марина Петровна делает? Да. Марина Петровна нравится? Как учительница? Ну да, она клевая. Никогда на нас не кричит. Ну, повезло вам. Даже когда мы бегаем. Вот Эльвира Павловна – злюга. А Эльвира Павловна кто за учили? Не. Директорша. А Марина Петровна – наша классуха. И ее все любят. Понимаю. А когда я болел, она к нам приходила в гости. И подтягивала меня по урокам. Что, сейчас-то приходила? Это тайное следствие. Алексей. Можно вас на меточку? Про тайное следствие – один один. У тебя совсем нет совести допрошивать ребенка? Чего, мы просто разговариваем. Ага, конечно. Ромочка, доедай 20 минут до звонка. А можно я сегодня не пойду в школу? Я хочу домой, к папе. Можно, конечно. Давайте я Рому отведу, а ты в школу позову. Спасибо, не надо. Вкусно. Как у вас складывались отношения с Кристиной Сушко? Отлично. А что? Ваши сотрудники так не считают? Сотрудники склонны обсуждать начальство и выдумывать сплетни. Я Кристину ценила как профессионала и чисто по-человечески. Она мне нравилась. Я это все рассказала вашему Алексею. Он заезжал к вам? А вы не знали? Интересно. Похоже, не только у меня проблемы с сотрудниками. Но мои-то все-таки живы. Так вы утверждаете, что с Кристиной у вас конфликтов не было? Не было. Тогда… Как вы объясните вот это? Заявление об олене? Чисто недоразумение. Кристина ко мне пришла за какой-то ерунды. Выходной просила. У меня был жуткий день из-за ваших земляков. Нервы треплют. Я на нее накричала, она обиделась. Заявление написала. В общем, мы поговорили и помирились. Помирились, но заявление вы подписали. Сгоряча. Потом передумала, сунула в шредер. Эти вы были в ночь гибели Кристины? Дома. Одна. А Кристину не убивала. Петя, нужна твоя помощь. Есть у меня одна версия, но Сергеичу она точно не пытается. Слушай, ну, вообще-то Сергеич сейчас мою версию разрабатывает. Так. У тебя есть версия. Сергеич тебя с ней сразу не послал. Я же тебе говорю, он по важному делу уехал. На ГЭС. Викторию допрашивать. Просто я накопал, что у Виктории и Кристины терки были. Допустим. Так, по твоей логике, получается, что здесь, значит, все ангелы, а убийство и зло – это дело рук приезжих. А по твоей логике, значит, получается, что если она из столицы, так ее подозревать нельзя? Можно. Ну, по статистике, большинство убийств совершают родные или близко знакомые жертвы. Лех, ну так Виктория, она же знакомая. Тоже верно. Так, у тебя что за версия? Ну, что у Сушко, возможно, есть любовница, и он мог захотеть избавиться от жены. Ну… Кану. Не, фигня. Ну, смотри, если бы у Гены была любовницей, об этом весь город знал бы. И потом, зачем жену убивать, если можно просто развестись? Нет, ну, мало ли ему, что не хотел разделить, там дела были на стороне, Кристина не узнала. Ну, и любовница могла захотеть избавиться от жены. Ну… В любом случае, дело тонкое, со мной бы никто, говорит, не стал. А вот если бы ты со всей присущей тебе дипломатии, поздно лал бы аккуратненько… Ну, тебе что? Только что, какие проблемы? Ну, давай я… Я узнаю, что я сделаю. Да? Конечно. Ну… Если у меня, конечно, рано. Время свободное будет. Нет, ну, конечно, конечно. Дру, ты чего шумишь? Прости, пап. Просто мама не любит. Не любила, когда дома грязно. Я сейчас приведу в себя и помогу тебе убрать. Ты теперь все время будешь пить? Как мы теперь будем жить без мамы? Пс-с-с, сядь, Ром. Как будем жить? Тяжело будем жить. Как настоящие мужики. Но красиво. Свининку свежую завезли. Возьмешь квартиранту твоему. Молодому, симпатичному. Нет, не возьму. Женатик, что ли? Тон, не до этого. Такое горе, как говорится. Ну, не говори, Кристину жалко. Да ужаса. А я думаю, так я ее на тот свет отправила. С чего ты так? Пришла? Ну, а кто? А он за день ту египель ко мне приходил. Вину брал. Ну, явно не для ужина с женой. Точно, к папе собирался. Тоня, ну ты придумываешь, а? Ей-богу. Ты ничего не придумала. Видимо, Кристина ему развод не давала. Вот он ее и. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Антонина, это вам. Не до тебя сейчас. Папа. Ты что, справляешься? Да. Отлично. Да, Мариночка. Я рад тебя слышать. Ген, привет. Нам нужно встретиться. Так я прямо сейчас готов. Нет, лучше вечером где-нибудь за городом. Нас никто не должен видеть. А, ну, хорошо. Ну, давай тогда в часиков девять. Урики на нашем месте. Да, до встречи. Отлично. Ну что, Викторию арестовали? Елена Павловна, ну почему здесь Виктория? Она вообще не при делах. Куда ты холодная? Разогреть надо. Эль Павловна, ну ты ж про всех все знаешь. Скажи, у Генки с Викторией мог быть роман? У кого? Генка, конечно, ходок, но Виктория ему не по зубам. На него девки попроще ведутся. То есть у него все-таки была любовница? Кто? Эльвира Павловна, за сокрытие важной информации о следствии полагается срок от трех до пяти лет. Ты что, хочешь, чтоб тебя посадили? Кто? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гена! Марин! Слушай, извини меня, пожалуйста, за вчерашний день. Ген, ты никому о нас не говорил? Марин, ты чего? Да как ты вообще подумать такое могла? Да я Ромкой клянусь! Прости. Я тебя очень прошу, никому о нас не говори. Обещаешь? Обещаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Вы уже дома. Я давно дома? Что вы мне все время врете, Марина Петровна? У вас даже вон плащ не высох. И любовника у вас нет, и с Геной вы знакомы едва-едва. Сами с ним встречаетесь ночью, тайком. Вы что, обсудите успехи его сына в школе? Вы что, за мной следили? На вас клином белый свет не сошелся, чтобы за вами следить. Следил я за другим человеком. И, честно говоря, был очень удивлен, когда вас там увидел. Он совершенно не к лесу врать. Давно у вас с ним отношения? Пару месяцев. Так я и думал. А что вы думали? Нет, ну правда, скажите, что вы думали, а? Что я такая стерва, одинокая, училка, взяла, соблазнила отца ученика? Так, да? Нет. На соблазнительницу, увы, не похожа. Ну, спасибо. Но нужно сказать, что она женщина, которая легко пойдет на связь с женатым мужчиной, тоже. Кристина, она... В тот день она... Составы у нас? Да. Она попросила Гену освободить квартиру, а сама поехала к своей подруге, к Диане. Русь, заводиться-то он, конечно, и не хотел, и не собирался. А что, он боялся что-то потерять при разбуде? Или Кристина ему чем-то угрожала? Да я не знаю, нет, нет, нет. Леш, послушайте, если вы думаете, что это Гена убил, то это нет, это не он. Он не мог это сделать. Он слишком труслив для этого. Он поклялся сыном, а Ромку он очень любит. Я уверена, это не он. Марина Петровна... И еще, пожалуйста, я вас очень прошу, никому не говорите о том, что вы узнали. Я-то это переживу, а вот Рома, он... Его это добьет. Я постараюсь. Если это не будет мешать, то интересное дело. Спасибо. Извините. А что вы собираетесь делать? Работать. Олег Сергеевич, разрешите? Че тебе? У меня важный свидетель. Вот. Эльвира Павловна, доброе утро. Да, доброе утро. А что-то в школе случилось? Нет. Нет, я... Я по делу Кристины Сушкова. Конфиденциально. Ну, проходите, присаживайтесь. Слушаю вас. Я, честно говоря, не хотела во все это вмешиваться, полоскать чужое грязное белье ниже моего достоинства, но Петя, Петя сказал, что в интересах следствия, как человек с высокой гражданской позиции, я должна сказать все, что знаю. Сегодня на уроке мы узнаем, почему же так важно есть больше овощей, фруктов, а не чипсы с шоколадками. Открываем пятую страницу, читаем первый абзац. Да, здравствуйте, Олег Сергеевич. Марина Петровна, это Юрковский. А когда вы сегодня освобождаетесь? У меня еще один урок, а что? Нам поговорить. Сможете подъехать после урока в отделение? Да, конечно. Быстрее, 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 быстрее. Давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Так, только не толпимся, ты спаленький. Все? А, так мне нужно еще одна сумма. Давай, Николич, давай, на, вот так вот. Расставляй. Ух, и компас. Давай, я там. Быстрее сюда. Так. Все, Семьи? Да, 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 сверху. Руки убираем. А ну? Все, погнали. Леха, что там с твоей версией? Да, поехали. Ничего. Что ты стоишь? Давай. Давай. А с твоей? Поехали. Да. С моей? С моей тоже ничего. Ну что, граждане водоплавающие, держитесь. Да, давай. Поехали. Марина Петровна, чай вы хотите? Нет, спасибо. Расскажите мне о ваших отношениях с Геннадием Сушко. Алексей вам все уже доложил? Мы здесь убийство расследуем, поэтому отвечайте на поставленные вопросы. Напомните вопрос? Да, я встречалась с Геннадой, но мы расстались. Как давно? В тот день, когда... когда погибла Кристина. Варь! Иду! Наконец! Потоп уже здесь! Ты Михалычу дозвонилась? Нет, не дозвонилась. Бухает. Что же страшно делать, а? Не знаю. Давай, вы тебя. А что, Марин? Марин, все? Все. Да, мы слышим всех на глазах. Ни стыдания, ни совести еще куда-то, ухнула. Капец. А полиция в курсе? Да. Они вообще все пирожные наступят. Да. Угу. Мартинка, ты никому. Конечно! Марина! Я знаю, вы дома. Марина, что все это значит? Ну, объясните, по-человечески, что случилось? Зонт отдайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не было у вас зонта? Ну, не оборот. Продолжение следует... Продолжение следует... С этим же нужно что-то делать. С чем? Я узнала по секрету от мамы Катя, что ваша Марина Петровна с пиццгеной. Папа и Рома с ушком. Да вы что? А еще я узнала, что это она убила Кристину. Представляете? Ну это же слухи. А если нет, это убийца будет учить наших детей? Галочка, давайте так. Я во всем разберусь. И если информация подтвердится, мы примем меры. Хорошо? Точно? Обещаю. Ладно. Всего хорошего. До свидания. Валя! Я же просила. Никому. А я никому не говорила. Там за ночь еще две улицы подтопила. Приречную Орехово. Встреченка вернется, поедет с ним, поможет и пострадавшим. Барахло вывозить. А Юра где? Я не знаю. Может, в туалет вышел? Вы что, вообще страх потеряли? Дежурку бросил. Юра! Юра! Юра, почему я тебя в отделении не наблюдаю? В смысле, дома. А дежурство? Подожди. Почему у нас камеры открыты? А-а-а... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Терещенко! Подъем! КАСИЧЕСКАЯ Ты что тут делаешь? Здравия, Владимир Сергеевич, я дежурю. В камере? Вот под меня, Юра. А-а-а-а-а. Ясно. Юра! Короче, два наряда. Слушай, Леха, ну ты даешь. Что я даю-то? Что, Маринка выгнала? Что сразу выгнула? Я сам ушел. Она ходит, подумает, ноет вечно. Ну, зит, надоело. Не, ну, в принципе, это хорошо, что ты от подследственной съехал. С каких-то пор она подследственной-то стала? Со вчера. Петь! Слушай, стой! Петя, 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 стой, стой, стой. Так, как Марина оказалась подследствием? Короче, Леха, я не могу тебе это сказать. Ты давай кататься ей, не тяни. Ладно, сам напросился. Марина любовница Гены. И поэтому, получается, у нее есть мотивы убить Кристину. Кто сказал? Мой достоверный источник. Петя, кто? Эльвира, жена моего брательника. Она директором в школе работает. Ну, Генка ей приплачивал, чтобы она молчал про их роман. А че ж ты молчал-то? А че ж ты молчал-то? А че ж ты молчал-то? Ну, ты ж тоже мне не все рассказываешь, правильно? Ладно. Может быть. Я точно тебе говорю. Эльвира обещала ее уволить. Кого уволить? Марину. А она с Генкой спит. Господи, с мужем Кристиной, покойницей. Ой, совсем совесть потеряли. По телевизору один вразрат, так и в школе. Ужас. Тонь, дай два литра темного. Красное, сладкое возьми мне. Выбирай. Так и ты из-за нее, Генка, жену свою и убил. Ох, грех-то какой, Господи, грех-то какой. Из-за кого? Из-за Марины. Да ладно, че вы. Эльвира Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте. А что случилось? Почему у меня урок отменили? Изменилось расписание? Нет. Нет. Вы здесь больше не работаете, а замена будет ко второму уроку. Как это? Больше не работаю. Ну, я не могу позволить, чтобы в нашем коллективе был человек, который порочит звание учитель. Да, Марина Петровна. Да. Мне сообщили, что вы находитесь в интимных отношениях с отцом одного из наших учеников. Все родители знают. Они в бешенстве. Вы уволены за нарушение профессиональных, этически-моральных норм. За то, что подрываете авторитет школы. Секунду. Вот. Ознакомьтесь. И подпишите. Это приказ о вашем увольнении. Держите. Я уже подписана. Андрюшка, ты не говоришь? Тише, тише, тише. Все в порядке. Все в порядке. Успокойся. Ну, достаточно. Николь. Сейчас папа всех будет спасать. Сейчас, секундочку. Мама, я сама. Мама, давай, давай. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую. Слушай, я освежу. Да детей же достаточно. Отлично. Давай, давай. Давай. Ихтиандр. Первый Ихтиандр пошел. Первый пошел. Нормально. Али. Давай, давай, давай. Опа. Что это такое? Ура. Сейчас, секунду. Баланчик, пожалуйста. Держите. Бабу господи. Давай, давай. Давай. Опа. Погнали. Погнали. Молодец. Ну что, можно еще по одной. Спасатель. Папа – герой. Супергерой. Держи. Спасибо. Коль, мне работы нужна. Я не могу дома сидеть. Просто с ума схожу. Да и перед Ромкой стыдно. Помоги мне, пожалуйста. Даже не знаю. Мы тут комиссию организовываем для помощи пострадавшим от наводнения. Возглавишь? Да. Когда? В смысле? Ну, возглавишь. А, я позвоню. Ага. Не, не извини. Да, Алик. Совесть. Не мучай. Ты о чем? А я все думаю. Это же моя Анька в твоем классе учится. И Эдик ее забирал. Так может, и с моим мужем, а? Учитимся первой моей. Так, посчитай, я пойду. Иди. Я тебе ничего не продам. Иди. Здравствуйте, пожалуйста, Сахар. Здравствуйте. Короче, к Лешеву больше не ходить. Там у него хата полет. Или, короче, все. Понял? О, стоп. Погоди, пацаны. Мариха, привет. Че, как дела? Какие планы? Вечер? У тебя мои планы не касаются. Слушай, ну я так-то и помоложе твоего Генки. И в постели получше. Ну не пожалеешь. Приходь-ка. Отстань, а? Слышь, ты не хами. И гонор свой знаешь, куда засунь? Так ты уже не школьница, чтобы девку себе корчить. Пусти мне больно. А может, он тебе платил за это? Так, может, давай я заплачу? Ты мне прай свой огласи. Варина Петровна, вы как? Ну чего? Сейчас мы минуточку с Борисом потолкуем. Опять ты! Пусти ее! Опять ее! Эй! Ты чего? Так, молодые красивые. Свалили отсюда. Ага. Так ты что, мент? А ты думал? Ах ты ж твою мать. Да. Ну что, вспомнился? У меня. Пусти больно. Так. Так. Руку. Так, что Боря? Сидеть. Ждать. Марина Петровна! Марина Петровна, подождите. Я вас очень прошу. Простите меня. В каком-то смысле все это действительно из-за меня. Я ничего не говорил Олегу про вас, Гена. Это все Юльвировна. Сидите вы все! К черту! Спасибо. Здорово, Олег. Принято. Проходи, присаживайся. Есть какие-то новости? Ты какого года рождения? 80-го. 10 ноября, если не ошибаюсь. Да. Я не понял, а при чем здесь мой день рождения вообще? Ну, при том, что это официальный допрос. По поводу? По поводу убийства твоей жены, Кристину Сушко. Вскрылись новые обстоятельства. Марина Коновалюк утверждает, что у вас с ней была интимная связь. Вот. Согласно ее показаниям, Кристина, вернувшись домой, застала тебя с Мариной. Устроила скандал. Сказала, что подаст на развод. Требовала, чтобы ты убрался из дому. Это правда? Нет. Я Кристине из нее изменял. Ты чего? Я не знаю, почему Марина решила придумать всю эту сказку. А, может быть, ее подговорил этот ваш новенький Леша? А ты знал, что он с ней живет? Знал это? А где ты был в ночь убийства, Кристин? Дома. Это кто-то может подтвердить? Ромка может подтвердить. Я забрал его со школы, мы пришли домой, поужинали, посидели, посмотрели телевизор, легли спать. Вот и все. То есть алиби у тебя нет? Какое алиби, Олег? Значит, по твоей версии, Марина Коновалюк дает ложные показания. То есть никакой связи между вами не было. Хорошо, я ее наберу, и мы устроим вам очную ставку. Так, подожди, подожди, Олег. Положи телефон. Ну, ну, было у нас один раз. Да, признаю. Ну, чисто случайно. Ну, просто так получилось. Ну, сам посуди. Ну, красивая баба, без секса. Поставь себя на мое место. Ну, поставь. То есть ты утверждаешь, что у вас было один раз? Ну, я ей сразу сказал, что Кристину я не брошу. Ну, может, именно поэтому Кристина и погибла. Значит, Марина ее убила. А что, я разве это сказал? Не Марина. А кто? Не могла кого-нибудь подговорить. Развивай. Ты иди на пример. Они вместе учились. В одном классе. У них даже романчик был. А откуда ты знаешь? А ты ей позвони. Она тебе все расскажет. А я ей позвони? Позвони, позвони. А у меня дела. Погоди, присядь. Допрос не окончил. Присядь. Марина Петровна? Это Олег Сергеевичнов. Могли бы вы к нам опять подойти? Да опусти ты, я сам знаю куда. Скажи спасибо, что маму не вызову. Принимай ее. Я ни в чем не виноват. Ну, ты только не прибедняйся. Значит так, нападение на женщину, сопротивление при аресте и вот. Холодное оружие. Во-первых, я стоял просто с одноклассницей разговаривать. Как ты подлетел, начал мне руки крутить. А во-вторых, ну какое это холодное оружие? У фиксатора нет лезвия меньше девяти сантиметров. Ты видал, он грамотный подковный у нас. Заявление пострадавшей есть? В смысле? Какое заявление, Юра? Это вообще Марина Петровна была в стрессе, ушла. Тебе моего свидетельства, что ли, недостаточно? Марина Петровна, а вы что здесь делаете? Мы вызвали на допрос. А за свидетельства нападения тогда? Лёш, не до этого. Юра, я не понял, это что, из-за того дежурства? Снимай! Сейчас. Лёш, снимай. Руки затекли уже. Я сама тебя соблазнила? Ген, ну... Ну как ты можешь так врать? Слушай, ну а кто первый предложил заниматься моим сыном на дому? Я просто хотела помочь Роме. Он очень часто болел. Нет, нет, ты что правда думаешь, что я тебя специально соблазнила? Может быть, ты ещё читаешь, что я Кристина убила? А? Олег Сергеевич, вы меня с детства знаете. Я что, похожа на убийцу? Я ж не знаю, чего от вас ожидать, Марина Петровна. С Фёдором Денисенко вы тоже состояли в интимных отношениях? Конечно, нет. Ну, у вас же был роман в школьные годы? Нет, не было. Гражданка Коноварюк, где вы были в ночь убийства Кристину Сушко? У себя дома. Может это кто-то подтвердить? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я могу! Ты, Рещенко, дверь закрой. В ночь убийства Кристины Сушко Марина Петровна не покидала своего дома. Если нужно, могу засвидетельствовать. Её алиби официально. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, Коль. Должность занята. В смысле, я не понял. Подожди. Мы же с тобой договаривались. Получасов назад я ещё не знал, что ты мразь, Гена. Это ж надо изменять жене с учительницей наших детей. Потом изображай тот горем убитого мужа. За идиота в нас держишь. Коля, я тебе всё объясню. И я тебе не Коля, а Николай Валентинович. Ну, понятно. До свидания. А жильё вы, в случае, не сдаёте? Мы – нет. Сходи к Вере. У неё пристройка новая. Может, пустит тебя туда. А где это, Вера? Вон её дом. Ну, видишь, где вот зелёный заборчик? Вижу. Вот тебе туда. Понял. Спасибо. Удачи. Привет. 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 Ну, как спина? Спина жива. Хотя побаливает. А я говорила? Говорила. Тогда жду тебя завтра. На приём. Во сколько ты будешь? Лучше, завтра не получится. Есть одно дело, с которым нужно разобраться. Потом уже можно и спиной заняться. Ну, вот это. Не затягивай. Я постараюсь. Какими судьбами в наших краях? Тайное следствие. Какое там тайное следствие? Жильё ещё. Да ты что? А, получается, вы с Мариной… Ну, с Мариной мы… А, ну да. Ну, да. Она ж теперь подозреваемая. Ну, и эта тоже, да. Чёрт. Что? Всё. Спина. Господи. Ох… 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 Чёрт. Чёрт. Ох… Так, стопеньки. Ох… Сейчас я… Я ими своих заплатил. Нет у меня денег. Нет! Как это нет? Ну, я ж их не искаля есть. А как платить, так нет? Ох… Ответить можно? Да, Ген. Алло. Да, Антон. Мне нужна зарплата, хотя бы часть. Слушай, Ген, нет денег, клянусь. Подожди ещё немного, пожалуйста. Так я несколько месяцев терплю. Ты что, с ума сошёл, что ли? Я тебе не какой-то рядовой сотрудник, чтобы ты меня завтраками постоянно кормил. Или, может, мне Олегу шепнуть про твою чёрную бухгалтерию? Как на это смотришь? Слушай, ты не в том положении, чтобы мне угрожать, Гена. Вещи свои проблемы. А я глядишь, там деньги найду. Ты опять пьёшь? Нет. Я же тебе обещал не пить. Вот, я и не пью. Садись. С работы что-то не получается, да? Да нет, ну всё нормально. Ничего. Всё хорошо. Они нам всё заплатят. Эти сволочи. Вот ты что хочешь? Ну, например, приставку. Будет тебе приставка. Здорово, Ген. Здорово. А ты куда собрался? К Виктории Сергеевне. А к ней вход только по пропускам. Вчера народ пытался прорваться. Ага, ясно. Ну, так сообщи, что я пришёл. Сообщи, сообщи. Ген, ты по какому вопросу? Денег она мне должна. Вот по какому вопросу. Понятно. Виктория Сергеевна, к вам Геннадий Сушко. Пропустить? Я уже собираюсь домой. Если ему очень нужно, пусть приходит завтра. Ну, что, сегодня никак. Завтра приходи. Извини, Ген. Завтра приходи. Ага, ясно. Я понял. Хорошо. Завтра так завтра. Что, у нас там бутерброды остались ещё? Да, и курица вчерашняя. Пойдём. Лично. А можно войти? А можно? Геннадий, походу, вы что хотите? Я чего хочу? Я прекрасно понимаю. Вы не хотите со мной говорить, но вам всё-таки придётся. Вы должны мне денег. Да, последнюю зарплату Кристины отпускные, а ещё компенсацию. Мне и моему сыну. За потерю жены и матери. Ясно? Пожалуйста, успокойтесь. Зарплату отпускные вы получите в конце месяца. Ещё даже ведомости нет. И я больше вам ничего не должна. Нет, вы всё-таки мне должны денег. Ясно? Я прекрасно знаю, почему Кристина написала заявление. Да если эти ваши гидрорешения копнуть хорошенечко, мы же много чего интересного найти. И я пойду. Пошёл ты, мы не договорили. Значит так, то ли ты мне... СТУК В ДВЕРЬ ...Пойди, он нам! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С поводу трещин у меня не до этого. У меня проблемы поважнее. Вот. Это моя докладная записка. Здесь все технические документы. И учтите, я за ваши ошибки отвечать не буду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Меня сюда в 2005-м по распределению после меда прислали. Подожди, ты не местная, что ли? Нет. Ага. Я приезжаю. Как и ты. Но я сюда не одна приехала. С мужем? Ага. Правда, он сбежал быстро. Не выдержал местной скуки. Ну, а я... Сначала надо было три года отработать. Ага. Потом привыкла. Город жилье выделил. Да? Да. В общем, так я тут и... Права. И застряла. Ага. Черпи. Есть. Есть. Не жалеешь? Ну, а че жалеет-то? Что сделано, то сделано. Ага. Места тут красивые, люди неплохие. Левая. С личной жизнью, правда, полной. Аут. Да. Молодец. Мужики либо женатые, либо шпанать по Борьке с Федором, либо врачки. Как твой Петя, напарничек. Ага. Все. Спасибо. Мужики. Пожалуйста. Так что я Марину твою не осордаю. Разреши? Угу. Какой женщине мне хочется быть любимой. Как мазь греть начала? Слушай, Ларь, если сейчас она так печет, что-то вообще так надо. Надо. Завтра будешь как новенький. Ну, спасибо. Папа. Пап. Папа. Вставай, папа. Папа. Да. Я, наверное, в школу пойду, а то уже надоело дома сидеть. Молодец. Петяня. Давай. Умничка. Доброе утро. Ты знаешь, это какая-то чудодейственная мазь просто у тебя. Мне кажется, вообще у меня никогда спина так хорошо себя не чувствовала. Ты прямо что ли? Ой, вообще миссия какая-то. Ой, богу. Горит. Я помню. Лёх, а ты где сейчас остановился? У Лары. У какой? Ну, у Ларисы. Утромотал. А что? Ничего. Петь, подожди. Ты кипишь, что ли, по Ларке? Ни по ком я не киплю. Петя, друг миленький, я тебе клянусь, с Ларисой ничего не было? Нет. И быть не может. Чего ты лыбишься? Ничего. Идём лучше в магаз ходить. Пожрать купи. Слушаюсь. Ты что будешь? Батон и сосиски. Делается. Петька! Что, прям так и выгнала её? Так а мне чего стесняться? Это же не я с чужими мужиками сплю. Я Маринке сказала, иди и ищи продукты, где хочешь. Моё магазин тебя больше не обслуживает. Правильно. Что она хотела купить? Кто? Марина. Вы же про неё сейчас говорили? Молочку всякую. Ещё, говорит, от нервов у неё желудок прихватил. Ой, артистка. Мусорное ведро. У них даже модели нормальные. А ну успокоились. Звонок был. Быстро по местам. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Сейчас проверим, кто из вас присутствует, а кого нету. О, Аверченко Женя. Я. Хорошо. А у тебя Марина Петровна заболела? Нет, я же уволилась. Она с твоим батей мутила. Что? Тихо, успокойтесь. Рома, ты что? Позже, позже, тихо, 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 тихо. Чихо, тихо, тихо. Ну, подхожу, подними голову, подними голову. Марина. Марина Петровна, откройте, нужно с вами поговорить. У меня нет ваших вещей, уходите. Уходите. Марина Петровна, мне нужно задать вам несколько вопросов в связи с расследованием. Так что будьте добры, откройте. И поскорее я при исполнении. Мне от вас ничего не нужно, забирайте. Слушайте, вы думаете только о себе. Мне, между прочим, тоже нужно что-то есть. А вы здесь больше не живете, забыли? А вот и живу. И вообще, я как полицейский должен обеспечить безопасность своей подследственной. Ага. Слушайте, мне стараться стало понятно, что у вас с Геннадием какие-то отношения. Угу. Поэтому попросил Петю навести справки. Он попросил Эльвиру. Оказывается, она тоже давно знала про эти ваши шурамовые. Не может быть. Если бы она знала, она бы сразу устроила скандал. Да за деньги-то можно и помолчать. Да, Гена ваша приплачивала ей за молчание. А теперь после смерти Кристины покрывать его стало слишком опасно. К тому же Петя убедила ее пойти в полицию и все рассказать. Так что вы уж извините, ну давайте комплект запасных ключей. Поскорее, у меня мало времени. И приготовьте что-нибудь на ужин, пожалуйста. Олег Сергеевич, вчера Геннадий Сушко незаконно проник на территорию ГЭС, ворвался в мой кабинет, угрожал мне, требовал денег, устроил дебош и сбил моего охранника. Это официальное заявление. Разберемся. Вы обязаны. Генка, привет. Слушай, я понимаю, у тебя стресс и горе, но тут Виктория приходила, заяву на тебя накатала. Ты что, правда, ворвался в кабинет, избил там кого-то, вымогал деньги? Я? Да нет, слушай, ничего такого не было. Ну, покричали, малеха. Между прочим, на меня покричали. Ну, я знаю. Слушай, я тебя прошу, не нарывайся. Нельзя тебе сейчас народ против себя настраивать. Да знаю я, знаю. Геннадий! Геннадий Иванович! Можно вас на минуту? Да. Рома сбежал после первого урока, он, он. А почему мне не сообщили? Почему не позвонили мне? Потому что он избил Васю и отказался просить прощения. Из-за чего? Из-за вас с Мариной. Геннадий Иванович, я, конечно, понимаю, что у вас горе. Но сыном надо заниматься, а не... Ты ключи забыл. Привет, Лар. Привет. Тебе же вещи ко мне нужно перевезти. А я сегодня немного задержусь. Ужин сам себе разогреешь, хорошо? Я все приготовила, найдешь в холодильнике. Пока. Лариса, ты меня, конечно, извини, но я останусь у Марины. Почему? Так надо. Для дела. Для дела. Ну, это святое. Хорошего дня. Привет. Привет. Ой, что-то ты неровно дышишь, Петя. Привет. Ну, привет, Гулята. Стоять. А ну-ка, сядь. Сними рюкзак и сядь, я сказал. Ты что устроил сегодня в школе? М? Ты зачем Васю избил? Где ты шлялся полдня? А что бы мама сказала, если бы узнала? А мама не узнает. Ромка, стой, а ну-ка, вернись! Рома! Как же вы меня все достали? Что, Леша, домой уже собираешься? Нет, ну, конечно, если есть задание, то я готов. Нет. Тогда до завтра. Говорят, ты к Марине собираешься вернуться? Я даже знаю, кто это говорит. Думаешь, это хорошая идея жить под следствием? А я не просто жить собираюсь. А как? Допустим, что Федор и Марина сообщники, тогда он может к ней заявиться вечером или ночью. Ну, а я подумал, что легенда квартиранта – это гораздо проще, чем наружные наблюдения. Тем более, что людей у нас все равно нет. Допустим, что Федор не настолько глуп, чтобы вернуться к Марине, зная, что там ты. Ну, во-первых, он может и не знать. Марине звонить опасно, с местными общаться тоже он не будет. А во-вторых, я могу громко храпеть и очень хорошо имитирую сон. Что, выдешься? Так точно. Ладно, попробую. Есть. Поехали. Люк, я тебе клянусь, я ничего не говорю. Ну, что, никто не звонил? Ладно, я домой. Если что, я на связи. Рома, Рома, ты спишь? Рома? Да, ну что ж, давай. Диана, а Рома не у тебя? Марина, позови. Мне кажется, она не хочет тебя видеть. Ромка, здесь? Нет, его здесь нет, а что? Пропал. Ромка, здесь есть. Ромка, здесь есть. Ромка, здесь нет, а вот что? Субтитры создавал DimaTorzok